Итак, всем привет, с вами ДубГ, мы продолжаем играть в Виктория 3 за Россию, в прошлой серии мы отстроили флот, подготовились к вторжению общества в Африку, началу колонизации, неплохо так экономику опять подняли, да, в принципе, из серии в серии это будет происходить постоянно, и самое главное, перешли на новые строительные сектора, и теперь наша стройка идет по 2000, с очень большей частью оплаты именно из инвестиционного фонда, но и, собственно говоря, наше население тоже платит огромные налоги, причем надо заметить, что это средние налоги, так что все-таки большая часть строительного сектора оплачивается именно нами, но наши капиталисты делают очень хорошую работу по оплате тоже. Ну и давайте-ка мы собирались на Португалию нападать, да, я посмотрел, что на вот этот правый стиль мы не можем напасть, у нас все-таки только 25 условно доступного уровня дурной славы, а здесь они дороговаты, ну хотя вот сюда в теории можно, но я бы, наверное, вот сюда чисто высадился. Кстати говоря, можно сделать еще проще, и можно просто высадиться вот в это конго, которое на самом деле уже централизовано государство. Ну а давайте так и сделаем, я не вижу с этим никаких проблем, кто может вступиться за них, ну да, какие-то ВД, но вступятся, удачи. В общем, там Румынию собираются поддержать Франция и Молдавия, если Молдавия поддержит, то я ее закатаю, хотя может на них хватить варскора, но если Франция, она просто ничего не сделает, это будет самый глупейший муф на фишке. Более того, я думаю, что они могут просто сдаться, а, там вообще пассеяние, то есть, да, они сами позвать не могут, только если реально Франция сама захочет вступить, то есть, вряд ли. А Конго даже не стал воевать, Конго просто сдалось, кайф. И теперь мы тоже начинаем здесь колонизировать, очень уверенно, Румынию так никто и не поддержал. Она тоже, кстати говоря, может легко сдаться. Нет, Румыны не сдались, но мы просто за это их закатаем, буквально моментально. Буквально вот с таким соотношением, хоть и даже не вся армия, но все равно у них слишком много войск, слишком мало войск, но слишком много, чтобы здесь было плохое соотношение. Так что да. Ну, я рад, что в Африке у нас все удается. Единственное, нам бы как-то сюда сейчас проникнуть, да. Я вижу, есть вот это вот Аманское восстание, но в него не очень приятно проникать, потому... Точнее как, на него напасть вообще нельзя, потому что это восстание. Да. А, мне говорят, что мы в войне, но это другое. Если потом пройдет это, там, видимо, другая проверка, нам сразу это не пишут, но на восставшие вот эти вот все страны нападать нельзя. А это восстание будет продолжиться вечно, я так полагаю, потому что они просто, ну вот, не воюют. Здесь они не мобилизируются почему-то, а здесь не высаживаются. Так что, ну, ничего с этим не поделаешь. Да. Но, кого же мы здесь можем высадиться? Вот, можно в барану как-то, да, протечь вот сюда, получить колонии и отсюда начать колонизировать. Хотя хотелось бы как-то с Аманом разобраться. Возможно, мне стоит просто завоевать вот этот текущий Аман. И тогда, типа, станет попроще. У нас есть на это Варскор, точнее, есть у нас на это Бесчестие, поэтому давайте так и попробуем сделать. А Аман просто сдался, он даже, ну, даже не воевал тоже. И это усложняет ситуацию, потому что это не закончит вот эту войну. И, как я уже сказал, напасть на восставшую область мы не можем, охваченная гражданской войной. Это абсолютный идиотизм, из-за этого вот эта вот война бесконечная никогда не закончится, и я никогда не смогу напасть на Задокристианское восстание. Но на Португалию я могу напасть. Так что буквально чуть-чуть у нас сейчас пойдет репутация плохой, и мы это сделаем. Так, пора уже начинать. У нас Турной Славы хватает, поэтому давайте. За вот этот регион Замбезия, подсугали. Есть микро шанс, что они зададутся. Скорее всего, нет. Ну и мы просто здесь высадимся. Я не думаю, что там будет реальный гарнизон какой-то. Наш флот уже готов. Наши армии готовы. Так что у нас очень реально здесь победить. Кроме того, я вижу, у нас здесь есть... Тут еще границы. Можем на самом деле добавить еще их к... Войне, да? Требованиям. Но у нас всего можно 9 добавить. Давайте-ка посмотрим, что мы можем... Франция присоединилась. Забавно, но она вряд ли хоть как-то повлияет. В колониях мы все равно победим, я думаю. Мы можем захватить вот эти территории у США, да, допустим. Либо что еще можем? Португальские Зонтские острова неинтересны мне. А французские, кстати говоря, я бы вот берег Славной Кости захватил, чтобы получить сюда доступ. Потому что здесь есть уникальная постройка на образованность. Если я правильно помню, то, по-моему, здесь. Другой вопрос, что я вряд ли во Францию сюда смогу высадиться. Там и флота больше, и всего. Так что да. Так что давайте пока раз по-скромненькому. По-скромненькому. А я не вижу американцев здесь опять. Американцы вышли. А Франция зашла, я понял. Окей. А тогда просто что-то вот здесь есть, да, можно? Какой-нибудь Анголу, Конго. Нет, это все выглядит очень дорогим. Ну да. Тогда так и... Пускай как есть, так и будет. Собьем побольше дурной славы, чтобы потом что-то более сочное съесть. А, ну можем еще, в принципе, плейные репарации забрать с Португалии, ну и с Францией на самом деле. Потому что мы здесь какие-то колонии у нее захватим. Может этого хватит на Варскору, если нет, ну будет Белый мир, ничего страшного. Мы тут неплохо так бюрократии подстроили в свободное время. И теперь можем еще и институт качнуть. И вот война вот тут начнется. Мы все наши цели выставили. Армия на позициях. Флот готов. Генерал, который будет высаживаться, тоже готов к высадке, в принципе. Так что мы только ждем момента. Ждем приказа. Готово. На самом деле нам даже прям высаживаться не обязательно. Но, допустим, для Варскора стоит. Ну и здесь французы и португальцы даже войска сюда не привели. И даже не ведут. Так что, видимо, будет война без битв. По ощущениям просто-напросто. Они просто в один момент сдадутся. В клубке революции? Ну, допустим, да. Не очень уверен, что у нас реально что-то произойдет. Ну, допустим. У нас, кстати говоря, периодически кончается список сооружений на постройку. Хотя у меня стоит автопостройка. И в теории должно быть много зданий, которые добавляются. Но в итоге нет. Так что стоит самим этим заняться. Я вот там увидел, что у меня куча красителей не хватает. Поэтому давайте просто по нескромному застроим все, что можно на красители. Потому что красители очень там дорогие. На 6500 не хватало там. Не очень я понял, откуда взялась такая потребность. Вроде мы никакие тихие резко не меняли. Давайте даже посмотрим. Ну да. Странно. Но в этом случае... А, возможно, у нас торговля с Францией какой-нибудь была. А теперь она пропала. Это вполне возможно. Поэтому давайте пока просто импорт отовсюду закажем, да? У нас хватает бюрократии на это. Вообще 10 тысяч бюрократии свободной. И пускай подстраивается. Плюс импорт, я думаю, хватит нам. И мы, к сожалению, высаживаемся. Тоже не видим сопротивления. Они там какие-то войска пытаются сюда перебросить. Но уже вряд ли успеют. А вот мы успеем здесь все подзахватить. В самый последний момент у Ишки доехала сюда армия. И вот в этой провинции они заспаунились. Абсолютно логичная боевая система. Продоксы. Просто гениально. Нету ни одного порта. Но армия там есть. И несмотря на то, что нас в три раза больше, мы сражаемся не на равных. Их даже больше в битвах. Абсурд, абсурд. Слава богу, есть мод, который это фигзит. И следующие прохождения будут с набором полезных модов. Пока что их, конечно, нету, но в любом случае. Так, где угодно. И в любом случае эту войну мы победим, потому что мы уже поокупировали все, что нам нужно. Эти провинции, это просто уже роскошь, я бы сказал. Я не заметил, что у меня здесь, оказывается, выставку сделали французы, но благо сейчас я заметил. Флот резко перебросил на налет на конвою здесь. В теории это должно очень неплохо нам помочь здесь в битвах. Но текущие битвы так себе. Но вот с нашими мобилизованными войсками, я думаю, да, мы камбэкнем достаточно быстро. Это за битву мне непонятно. У нас все статы лучше. Кроме небольшого преимущества у них по урону. А, окей, нет, все, все стало понятно. Здесь не у всех 108 защиты. У кого-то вообще непонятно, у кого здесь 108 защиты, здесь ни у кого их столько нету. Вообще-то мне неправильные цифры написали. У нас меньше статы. Очень странно. Или... Вот этот баф, вот этот баф, видимо, не работает. По ощущениям. И по ощущениям... Точнее, как не по ощущениям. В теории у них... Да, протоколе уже сдалась. Франция скоро сдаста, тоже прекрасно. У них должны войска потихоньку страдать от истощения. Но я этого не вижу, но он, надеюсь, работает. Протоколе сдалась уже, значит, что мы можем? Мы можем начать колонизировать. Это мы и начнем сразу же. И франция скоро сдастся и начнет нам платить репарации. Край мере. Хотелось бы, чтобы они сдались впервые нас. И я думаю, мы успеем отбиться. И тем временем еще разочек вылетела игра. Все как обычно. И параллельно мы тут исследовали малярию. Но я решил немножко подождать. Исследовать права человека и удостоверение личности. Чтобы удешвить. А здесь малярию. У нас анархизм подтикает скоро. И еще удешевит. И мы, в принципе, будем готовы. А тем временем, это нам открыло обязательное начальное обозревание. И именно его мы сейчас и будем пытаться продвигать. Давайте для этого поставим сюда профсоюзы. Коллективность у нас как раз чуть повысится. И 14% в принципе выглядит нормальным шансом. Слушайте, ну вроде работает наше истощение. Да, вот по этой цифре я могу судить. Но не хватает этого. Как будто. У них статы слишком хорошие. Я так полагаю, это генерал? Нет. Это просто... Просто ручные пулеметы и полевые укрепления. Просто они лучше по статам. У них есть вот эти... Да, ручные пулеметы. Это теха. Сверху. Ну и плюс защищаться чуть-чуть попроще. Но истощение точно работает. И мы точно пробьемся. Вот и оно. В Франции было навязано условия. Там еще... Еще какая-то война у нас непонятная. Ой, ее. Но она сейчас, собственно говоря, закончится. Я так полагаю... Я бы уже предложил ему даст татаскоп, потому что... А, ну вот. Предложить мир. Потому что все, что я хотел, я и так получил. Все мои красоты были с других стран. И это удачно. На самом деле война. Мы сейчас репарации, смотрите, будем получать 100 тысяч. Сейчас в Франции. Приятная цифра. И... Мы получили важные базы для колонизации Африки. Это наше восстание. Это наше восстание. Нужно бы с ним что-то сделать. А тем временем придумать, куда бы нам еще высадиться. Хочется в Осиопию еще получить здесь точку для колонизации. А, забавный факт. Восстание в Португалии произошло. И португальцы из-за этого присоединились на нашу сторону. Подавление восстания. Иронично. Ну и наши войска здесь настигают их. Я сюда тоже подбросил португальцам. И вот сюда вот высадился, чтобы второй фронт открыть. Еще быстрее все захватить. Так что без проблем мы подавим это движение. Как и любые другие. И нужно думать, куда мы хотим дальше. Нужно думать еще, что мы хотим есть. Потому что ограниченное бесчестье. И пока что, как показала практика, тем более, мы не можем просто взять и есть, что хотим. Нужно для этого еще будет раскачать нашу армию. И перед этим раскачать экономику, чтобы эту армию содержать. Можно сказать и говоря, качать анархизм. Потому что это сделает дешевле малярии. И в принципе, очков здесь уже хватает. И да, нужно здесь очень много техов нам еще. И просто огромное количество техов в армии. Мы по армии очень отстаем. Нужно нам забустить исследование. Вижу, мы из лимита внезапно вышли. Да. Следовательно, нужно построить побольше универов. Поднять исследование. И... И... Нужно образование качнуть. Для этого, конечно, надо детей, значит, образовывать. То есть у нас ивентики. Точнее, дебаты, я бы сказал. А, я думаю, надо плюс шансы вот эти брать. Десять или двадцать. Прокнуло десять. Ну, могло быть лучше, но... Могло быть и минус шансы. Шансы пока есть. Мы, в принципе, успешно движемся к принятию образования. Вот революцию мы подавили. Теперь можно вернуться к колонизации. Достаточно уверенно мы колонизируем. Вот сейчас с получением профилактики малярии. Колонизация вообще пойдет... Как по маслу. Подать сюда карты и линейки, собственно говоря, да? Здесь вот по одиннадцать. И это еще... Это же еще... Нет, это бес. Окей. Но, кстати говоря, еще и правитель. Смотрите, как нам повезло. Правительство на топ колониальной администрации сюда. И тут восстают местные. Я боюсь, что сейчас нам это накидают дурной славой лишней. Но, с другой стороны, мы побыстрее закрасим Африку. И побыстрее, вот, допустим, закопаем вот эту территорию, да? Сможем колонизировать все рядом. То есть еще быстрее начнем колонизировать. Так что я бы сказал, что это позитивное. Тема эти восстания. Мы неплохо ускоримся. И... Что нам исследовать? Хороший вопрос. Я думаю, нам нужно просто строить больше сейчас. Да? С одной стороны. С одной стороны. С другой стороны, у нас осталось всего 2 миллиона незанятых людей. Да? Так что говоря, уровень жизни просто космический уже. А это значит, что нам нужно освобождать людей. Значит, нам нужно исследовать вот эти техи. Крайней мере право. Вот эта теха только увеличит производство. Давайте ее, чтобы у нас лишние там не начали набираться, да? В смысле, что у нас производства будет слишком много. И они туда не будут идти. Не будут строиться автоматически. Затем сократим вот этой техой. Освободим новые руки, да? И продолжим освобождать руки другими техами. И, кстати говоря, они просто сдались здесь. Опять. Прям позитивно. Мы сразу за счет этого оставим 5 колоний дополнительных, да? Если сравнить здесь, то все остальные просто очень отстают. Здесь только американцы с этой стороны колонизируют. Здесь только мы колонизируем. То есть Британия и Франция только вот здесь вот колонизируют. Плюс, да, еще США немножко. И получается мы очень большую часть Африки заберем. Это очень хорошо. Кроме, мы еще электричество, потому что у нас вот такой вот минус сложился. Он сложился из-за того, что у нас постепенно все подстраивается. Плюс мы перешли на новую производство стали. И сразу же потратили его в городские центры. Плюс с этим нам нужно будет подстроить стекло. Но стекло еще как бы не так много где используется. С ним еще можно жить. Но еще можно подимпортировать часть. Почему бы и нет? А там у Бруссии лицо оторвалось, я смотрю. Ну, неплохо. Так, ну, кстати говоря, с Францией улучшить отношения, чтобы торговать с ней. В целом, и у Бруссии, и у Америки. Просто посмотрите на это. Не в состоянии эти государства справиться с внутренней политикой. И у нас здесь это ухудшилось. Надо держать влияние на плюс 25% к снижению дурной славы. Потому что нам завоевывать и завоевывать еще всего. И вот нам повезло. Мы приняли наконец-таки институт образования. И это даст нам сразу два левела. Так что мы бежим просто качать, как только можем. И вот здесь вот тоже я вижу институты. Я, видимо, не заметил, как мы смогли их повысить. Тоже их повысим. У нас куча бюрократии. Это, кстати говоря, нам помогает строиться. Но я бы не сказал, что это того стоит. Такое количество домиков. Но вот институтов, очевидно, стоит. Так что нереально прокачиваем институты. И знаете, что я хочу сделать? Я хочу распространять технологии побыстрее. Потому что мы очень много тех из этого получаем. И нам нужно очень много тех еще получить. Так что давайте защита свобода слова. Их его поддерживают почти все. Против только там немножко различных сил. Поставим мы себе, я думаю, промышленников просто в правительство. И с ними, собственно говоря, его премиум. Профсоюзу тоже за. Профсоюзу тоже за. Можно их оставить. Но можно и убрать. Сколько здесь легитимы ситуации. Два, типа, уберем. А к принятию закона уже поставим обратно. И пока мы колонизируем без тяжелой малярии. Все европейские державы. Ну и Америка. Колонизируют с этим ужасным дивахом. Так что, да. Я не думаю, что они хоть что-то успеют из центра и юга забрать. Кроме того, против нас тут поднимают бунты. Но судя по бесчестию, я вот не уверен. Мы не тратим на это бесчестие. По ощущениям. 8,3. Ну вот я не уверен, что мы получили это. Вроде оно все равно снижается. И это тоже отлично. Мы только ускоряем нашу колонизацию. Теперь тут битва. Но я думаю, здесь у нас нет особых проблем. Единственное, тут скорее всего, да, вот этот. Да, безумный бонус 400%. Разработчики, вы их гении. Но все равно мы их пробьем. И здесь, я думаю, будет то же самое. Может, они вообще отступятся. У них еще есть на это время и шансы. Но во всем остальном все, конечно, прекрасно. У продугальцев тоже появилось лекарство. Нет, не появилось. Там просто нет тяжелой малярии. А вот есть у нас зато краж. А вот мы приняли защиту свободы слова. Прекрасно. Давайте думать дальше. Это есть, это есть. Я думаю, можно регулировать еще органы, попробовать принять, да. Налоги можно будет еще повысить. Но, кстати говоря, наверное, стоит протекционин сейчас поставить. Это будет финальной точкой нашего буста. Потому что дело вот в чем. Протекционин разрешит нам сменить вот этот вот метод. Поставить PIA в торговые центры капиталистов. И даст нам это, я предполагаю, очень много. Давайте, можем ли мы уже посмотреть. Да, это даст нам почти 90 тысяч капиталистов. Я думаю, к моменту принятия будет реально 90 тысяч капиталистов. И они дадут нам очень много денег на инвестиционный фонд, на строительство дальше, на дальнейшее развитие. Но, кстати говоря, благодаря нашим действиям по повышению прирост населения, теперь растет количество крестьян без работы. Но это даже неплохо, потому что нам нужны работники. А ВВП наш ограничен в первую очередь именно нашим населением. И, я думаю, мы еще подзахватим Африку тоже. У нас появятся новые рабочие руки, так сказать. И здесь мы подзахватим тоже. И самый большой буст будет, когда мы перейдем полностью на электричество и на нефть. Отказки революции, давайте, давайте мы все здесь принимаем. Не знаю, нам нужно это или нет. Наверное, нет. Да, мне в принципе без разницы, но я не вижу, чтобы меня что-то как-то где-то дебафало. Да, у меня здесь есть какие-то радикалы, но это все пыль. Здесь в основном радикалы вот от увольнений и от снижения уровня жизни. Так что это все неинтересно. Продолжаем просто наши законы принимать и делать все, как мы и делали. Можем поставить удобрение. Ставим удобрение. И я подозреваю. Давайте посмотрим, что у нас на рынке зерна. Да, просто тонна. Давайте его попродадим. Попродаем кому вообще возможно. Да. 42 тысячи, господи. И да, нам не хватает жестко химии. У нас теперь есть новый здесь процесс. И здесь вот нам будет требоваться ГСМ. То есть, вероятно, 4000 этого маловато. Ну, допустим. Нам будет требоваться ГСМ. Но мы играем на России. И у нас есть ГСМ. Нет там людей, но они намигрируют нормально. И смотрите, с новыми захваченными территориями мы просто колонизируем практически все, что можно одновременно. Только буквально вот здесь вот чуть-чуть еще не хватает нам, да. Но просто у нас здесь миллион колоний. И мы достигли красивого числа в 1 миллиард ВВП. Можно было, наверное, и больше. Но я думаю, пойдет и нам столько. Плюс у нас неплохой уровень жизни. И образование тоже уверенно растет. Я думаю, когда у нас еще институт поднимется до 5-го, все станет еще прекрасней. Мы закончим игру, я думаю, где-то 80-90% точно уверенных. Ну а серию уже пора заканчивать. Так что, ребят, с вами был Дубгай. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.